Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем, что он растет на глазах, он развивается. В Новосибирске очень много крупных предприятий. Я почти на всех на них был. Здесь легко найти сотрудничество. Потому что Новосибирск — это такая точка, которая соединяет два мироощущения. Это запад и восток. И вот здесь сталкиваются много-много путей, потому что много культур проходит через этот город. И они здесь находят вот это взаимодействие, что дает очень интересные результаты, которые, с одной стороны, очень эмоциональны, насыщены, а с другой стороны, они очень высокого уровня интеллектуального. Мы хотели бы организовать... Так организовать дело, чтобы в космосе появилась мини-фабрика по производству солнечных батарей. Причем это были солнечные батареи, которые по своей форме будут сравнимы с листом бумаги, например. И такие же тонкие, и такие же гибкие. Ну, конечно, по площади можно делать и больше. Они частично будут на Земле использоваться, но более эффективное их использование — это в космосе, конечно. Потому что там, чтобы поднять в космос, с солнечной батареей нужно заплатить примерно 20 тысяч долларов за каждый килограмм. Один из главных технических показателей солнечной батареи — это ее вес. Вес на единицу мощности. И вот в этом направлении мы хотим иметь в ближайшее время, в ближайшие пять лет, мировой рекорд. Города моего по виду в очках одержала Олеся Владкова, Васильевская область. Первую медаль заработать — это, как бы, может быть, даже легко, а потом подтверждать победу стало сложнее намного, потому что уже на тебя настраиваются, как на чемпиона. И так и происходило. Северно! 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 Ну, когда я боксировала на Новосибирске, очень много народу хотело посмотреть именно вживую, воочию, как я боксирую, вообще эту энергетику почувствовать. Поддержка очень большая была. Хоть я и говорю, что очень много народу, допустим, против мужчины, женщины, против женского бокса, но по тому количеству, сколько болело за меня, их, наверное, больше все-таки. Есть единицы, кто против, но больше. Люди подходят, люди благодарят. Я так и не могу понять, за что. Наверное, за то, что прославляю Сибирь, Новосибирск, может быть, за красивый тихон. Не знаю. Ну, просто за то, что они благодарят, я им благодарна. На сцене Новосибирский академический симфонический оркестр. Мы сильно очень отличаемся от всех оркестров по звучанию, по подаче, очень такой, очень сильной энергетической. Поэтому, вот, когда на Транссибирский фестиваль приезжают дирижеры очень большого масштаба, вот, мы с ними за пять минут находим общий язык. То есть, даже если они не говорят по-русски, ну, как бы, взаимопонимание есть, потому что мы на одном языке с ними говорим. Мне казалось, что, когда сидишь за электронным микроскопом и наблюдаешь все, что происходит на поверхности полупроводников, это сильно похоже на полет в космосе. Ну, вообще, космическая тематика, она меня привлекала с самого начала, еще до поступления в университет. Ну, а в институте я уже понял, что надо заниматься этим делом. Время были 90-е годы, и поэтому нужно было как-то, наверное, защищать себя и, наверное, занять себя как-то, потому что не было никаких альтернатив, ни компьютеров, ни развлечений, ничего не было, поэтому мне пришлось, наверное, этим заняться. Вот, и понравилось. С первого раза понравилось. С первой тренировки. Когда мне было 7 лет, мы с мамой пошли записывать меня в бассейн, и пошли мы в бассейн «Лектун», и, проходя мимо музыкальной школы, номер 8, мама расстегнула босоножку, или порвалась ли там, лясик, и мы остановились, и она, значит, начала настегивать босоножку, она налаживает. И тут мы смотрим, что мы стоим напротив музыкальной школы, о, мам, давай пойдем еще сюда запишемся. Мне пришлось еще много терпеть. Терпеть того, что мне запрещали заниматься, терпеть того, что насмешки в 90-е годы, да и сейчас до сих пор говорят, да это все равно чемпионат по бабам, грубо говоря. Я не, никаких вот этих целей доказать кому-то что-то. Мне просто хотелось научиться, научиться так, чтобы этому учились от меня. То есть, чтобы я передавала, может быть, дальше эту информацию и очень качественно, может быть, даже качественнее, чем мне давали. У меня уже есть клуб, и есть люди, которые стремятся научиться этому, хотят этому научиться, и я вижу востребованность. Когда вы исполняете музыку, ее же нужно проживать на сцене, когда ты ее играешь для людей, иначе они не поверят, ну, или не будет никакого впечатления. Ну, конечно, энергии тоже очень много занимаются. Ну, и высасывают, очень энергозатратные. В космосе нет другого, более практически важного источника энергии, кроме Солнца, в ближнем космосе. Можно еще использовать и ядерную энергию, но вот все хозяйство энергетическое, оно очень тяжелое, и его таскать в космос, я думаю, будет неэффективно. А наши батарейки будут легкие, вот, они будут давать довольно много электричества, с каждого квадратного метра, это киловатт, киловатт электроэнергии. Я люблю свой город. Сколько, в каких городах бы ни была, всегда после поездки какой-либо я приезжаю в городе где-нибудь погуляюсь. Мне очень нравится улица Богдана Хмельницкого. Очень нравится. Ну, нравится, потому что она одна из самых красивых улиц, гармоничных в Новосибирске. Построена в одном ключе, и там есть архитектура, есть стиль. То есть много очень красивых дворов там, интересных, тематических. Мне нравится зоопарк, то есть очень красивый. В Бразилии тоже у нас один из лучших. И много, и видел разные зоопарки, и в Бразилии видел, и на других местах, то есть нас возили. То есть у нас очень хороший зоопарк. Зоопарк природы, Зоевельцовский парк, кино периодически. Очень люблю ходить в кино. Оперный театр, конечно, мне нравится, потому что, в общем-то, я там работал все время, пока учился, где-то лет 20 лет. И поэтому, в общем-то, всегда приятно туда приходить. И в театре особая атмосфера, она очень сильно отличается от всех других мест, потому что там все время есть какое-то действие, что происходит. В музыке, то есть там что-то еще, и на сцене, и за кулисами. Это все очень интересно. Оперный театр, я в музыкальной школе училась, у меня очень много оперного театра, театра было, поэтому я его пока еще не готова к нему. Очень хочу сходить на органную музыку. Никак не могу выбраться, очень прям хочется это сделать. Человеку нужны эмоции, нужны какие-то эмоции более высокого плана, которые будут затрагивать его сердце, его душу, его интеллект, потому что жизнь не состоит из-за них удовольствия и работы. Хобби совершенствуется. Я люблю научиться чему-либо, что делать руками. Не знаю, я умею шить, именно на машинке. Захочу одежду, захочу что-то для дома. У нас своя база отдыха у института, мы там много времени проводим. Вот когда есть свободное время, мы любим заниматься спортом, конечно, это очень сильно помогает. У нас люди стараются красиво выглядеть и быть здоровыми, но вот эти стереотипы того, что спорт губит здоровье на самом деле, или единоборство отбивает голову, и очень много стереотипов на людей влияют, что по голове удары. Я вас говорю, когда ко мне человек приходит, я наоборот защищать, учу защищаться, голову защищать, а потом уже бить, да, и бить в крайних случаях, это если в жизни. На тренировках наоборот, тоже защищать голову. Почему? Мало у нас в городе учат. Бить учат, а защищаться нет. В музыкальной сфере Новосибирска не хватает финансирования. Ну, посмотрите вокруг. Сука, вот, Новосибирская консерватория 60 лет. И сейчас вот только выбили, чтобы поменять окна пластиковые, потому что они вываливаются. Вот. То есть, о чем это говорит? Потому что люди не понимают, что, в общем-то, культура это национальный дух. То есть, вот, если его нет, то нация, она начинается процесс деградации, уничтожения, самоуничтожения. Она спивается, она просто деградирует. И, видимо, наша задача, она, собственно, состоит в развитии, в общем-то, культуры Новосибирской. Потому что я считаю, что Новосибирск это одна из столиц, мировых столиц культурных. Любому можно заниматься. И вот массовый спорт вот в люди был. Моя мечта — это увидеть, как работает мини-фабрика на орбите и как эффективно она снабжает наши земные проблемы электроэнергией. Хочу споить симфонический оркестр. Где-нибудь на море. Делюсь улыбкой и людям приятно. Все, кто живет в Новосибирске, все хотят на море. Это нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин